МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! По сравнению с другими отраслями, в здравоохранение информационные технологии пришли с некоторым опозданием. Но сегодня в программе «Открытый регион» мы будем говорить с экспертами о том, какие цифровые технологии стоят на службе и у пациента, и у медицинских работников. Гости нашей студии сегодня заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Татьяна Богданова и директор медицинского информационно-аналитического центра Министерства Михаил Анисимов. Татьяна Геннадьевна, а в чем заключается открытость медицинской отрасли для граждан Чуваши? Прежде всего, хотела бы сказать, что, как вы правильно заметили, информатизация в системе здравоохранения началась достаточно поздно в сравнении с другими отраслями и связана прежде всего с модернизацией здравоохранения в целом. Естественно, система предоставления медицинской помощи, ее совершенствование в рамках программы модернизации здравоохранения сопровождалась и внедрением современных информационных систем здравоохранения. И основная задача, которую решала отрасль, это обеспечить население доступной информацией о том, кто оказывает медицинские услуги, какие учреждения здравоохранения представлены в системе. Конкретно по каждому медицинскому работнику, по врачу, медицинской сестре, какова квалификация медицинского персонала, оказывающего медицинские услуги. Естественно, нам хотелось знать и обратную точку зрения наших пациентов, насколько качественно мы оказываем медицинскую помощь и насколько она на сегодня доступна. То есть вот это была основная цель развития информационных технологий здравоохранения. Кроме того, конечно же, использовать современные информационные технологии непосредственно в лечебно-диагностическом процессе тоже. Это обязательное условие. То есть это оказание консультативных услуг в режиме онлайн. Это доступность информации о том, каким образом вести здоровый образ жизни каждому жителю нашей республики. О том, какие информационные технологии сопровождают наше здравоохранение каждый день. И о том, какие медицинские технологии сегодня доступны нашим жителям нашей республики в условиях стремительно развивающейся медицины, внедрения новых технологий. Вообще основой создания всей нашей системы началось в 2000 году с созданием, по сути дела, портала органов власти Чувашской республики. Это стало основой и байсом для построения как инфраструктуры, так и идеологии, технологии всех информационных медицинских систем в сфере здравоохранения. В следующем этапе у нас был 2009 год, когда на базе МНЦ был создан Республиканский центр обработки данных системы здравоохранения и социальной защиты населения. И именно в 2009 год можно считать основной точкой поворота внедрения непосредственно информационных сервисов, прежде всего, для граждан в здравоохранение. Это, прежде всего, и портал здравоохранения, это и электронная регистратура. На данный момент, благодаря программе модернизации здравоохранения, прежде всего, создана вся как технологическая, так и информационная инфраструктура для внедрения всех этих систем. На данный момент эти системы можно разделить на 5 блоков. Это, прежде всего, медицинские системы, в которых работают непосредственно наши медицинские работники. Это система медицинского сервиса, прежде всего, это для граждан, для того, чтобы можно было отслеживать и получать эти медицинские услуги. Это наши управленческие подсистемы, которые нам позволяют управлять и мониторировать работу отрасли. И подсистема информационного обеспечения совместной работы. Ну вот для обывателя, для обывателя это сегодня медицинский портал, куда они ходят, и половина из них заходит, чтобы зарегистрироваться на электронной регистраторе, а половина изучает тщательно, видимо, сайты больниц, как раз пытается понять, где какие госгарантии по оказанию медицинской помощи, да, может быть, даже ищет любимого врача и что-то изучает, вообще все услуги, которые оказывает там медицина. Но на самом деле ведь это большое количество баз данных, которые были подготовлены. В данный момент система у нас довольно сильно уже развита. У нас 133 субъекта информационного взаимодействия существует в этой системе. Это прежде всего все наши 68 государственных учреждений здравоохранения, практически 22 медицинские организации частной формы собственности и 38 аптечных организаций. На данный момент создано порядка 10 тысяч рабочих мест для врачей и для прочего персонала медицинских организаций, которые работают в этой системе. И здесь еще хочется сказать о том, что дальнейшее развитие для граждан получило прежде всего продолжение электронной регистратуры, это и электронная медицинская карта прежде всего, и дополнительные наши сервисы. Это и кадровый учет медицинских работников, и паспорт медицинской организации, который нам позволяет, соответственно, уже планировать непосредственно всю деятельность и все объемы оказаний не только медицинской помощи, но и развитие прежде всего инфраструктуры самих лечебных медицинских организаций. Ну вот сегментом системы открытости здравоохранения является в том числе и единый портал государственных услуг. Как там медицина представлена? На едином портале государственных услуг система здравоохранения и социальной защиты представлена 18 услугами. Если говорить непосредственно о здравоохранении, то прежде всего это такие популярные сервисы, как электронная регистратура или электронная запись на прием к врачу. Это возможность посмотреть, какие лекарственные рецепты были выписаны. Прежде всего это касается так называемых льготных категорий граждан. Ну это когда человек заведет там личный кабинет, да? Конечно, конечно. Обязательно любой вход на портал государственный, он подразумевает регистрацию на портале. И естественно для того, чтобы получить личную информацию, необходимо получить определенные коды доступа. В противном случае это будет просто общая информация для гражданина. А чтобы видеть информацию, которая непосредственно предназначена, естественно, это обязательная регистрация. Ну и хотелось бы сказать, что на портале, кроме того, у нас представлен ряд услуг для юридических лиц. Прежде всего это вопросы, связанные с лицензированием медицинской и фармацевтической деятельности. Но насколько я знаю, что электронная регистратора, в которую заходят люди через ЕПГУ, она там не стопроцентная. Что на медицинском портале мы успели охватить все больницы. Вот в чем различие? Электронная регистратора в медицинских организациях нашей Чувашской республики развивается уже достаточно давно. И на сегодня на медицинском портале представлены у нас все узкие специалисты, к которым можно записаться на прием к врачу. Если говорить о едином портале государственных услуг федерального уровня, то один из основных элементов, обязательных к исполнению, это пять специалистов, которые должны быть обязательно представлены на прием к врачу, и запись к ним должна быть реализована в электронном виде. Это участковый терапевт, участковый педиатр, врач общей практики, это стоматологи и акушерогинекологи. Поскольку республика достаточно давно занимается продвижением электронных технологий, прежде всего электронной регистратуры, то нам достаточно просто удалось интегрироваться, чисто с технологической точки зрения, в работу единого портала государственных услуг. И на сегодня жители могут записаться и воспользоваться услугой, как с учетом использования федерального сервиса, так и с использованием нашего Чувашского медицинского портала. Я просто для зрителей и радиослушателей добавлю, что в России, к сожалению, не все регионы так активно были вовлечены в процесс информатизации. Это связано и с огромными территориями, возможно, где-то, со слабостью, какими-то технологическими моментами. Поэтому сделали обязательными только пять нозологий. Запись на прием к врачу в Чувашской республике реализована у нас достаточно давно, практически ко всем специалистам, в том числе к врачам первичного звена и к так называемым узким специалистам. Когда мы интегрировались в единую федеральную систему, конечно, во всех регионах были по-разному представлены электронные регистраторы, и республика была готова шире охватить этот функционал и обеспечить запись на прием к врачу не только к терапевту или к педиатру, но и к другим специалистам. И поэтому на сегодня в нашей республике реализованы две большие вещи. То есть прежде всего обеспечен контакт с первичным звеном, это участковые наши врачи, а второй большой момент – это реализована запись на прием к узким специалистам через врачей участкового звена, для того чтобы проконсультировать пациента, если необходимо, у невролога, у окулиста, у травматолога. Ну вот, Татьяна Георгиевна, давайте, переходя к рассказу о том, что же такое электронная регистратура, я вот предвижу вопрос зрителя и слушателя по ту сторону экрана о том, что как раз к узким специалистам вы тут хвалите. На самом деле мы помочь-то, попасть-то не очень-то сильно и можем. В чем нюанс-то? А нюанс записи на прием к узким специалистам в том, что к узким специалистам записываются не по желанию. Вот я хочу попасть к неврологу. Для того, чтобы записаться на прием к неврологу, должны быть достаточно серьезные основания, о которых сам пациент не всегда может решить, правильно это или нет. Может, и не к неврологу надо, может, к кардиологу надо, да? Может, мне нужно к травматологу от того, что у меня болит, допустим, позвоночник, какой-либо его отдел. Это такая старая советская привычка – самому тебе поставить диагноз и назначить врача, да? А самолечение – это всегда плохо и только затрудняет момент точной постановки диагноза. Ну и, наверное, в условиях дефицита кадров у врачей, да? Правильно вы абсолютно говорите. С учетом того, что у нас для каждого пациента по профилю выстроена определенная маршрутизация, мы и стараемся, особенно в условиях дефицита кадров, обеспечить доступность правильным направлениям пациентов, именно к тому узкому специалисту, который нуждается действительно, в котором нуждается пациент в данное время, в данный час. Поэтому важно прежде всего проконтактировать с участковым врачом, который является основным лечащим врачом для каждого пациента. Ну вот с точки зрения технической, ведь получается так, что в принципе может свободно записаться к любому врачу, любой человек побуждаемый, может быть, вообще-то и чувство мазарства, да? Было такое, что к гинекологам записывались мальчики. Как быть, как вот предвосхитить вот эту систему, чтобы не было ложных записей, чтобы не страдали потом от этого сами же граждане, которые потом уже не имеют места, куда записаться? Ну, здесь вы абсолютно правы. Наверное, можете сказать еще дополнительно то, что сервис электронной регистратуры у нас, наверное, является одним из самых востребованных сервисов вообще в госуслугах. Вот если брать статистику, то у нас каждую минуту записывается порядка 9 пациентов на прием к врачу. И наша статистика показывает о том, что, хоть пациенты говорят о том, что очень маленькая доступность к врачам, но неявка пациентов составляет порядка 30%. Это ужасно. Это большая на самом деле проблема, тем самым у нас фактически искусственно создают Сочи. И вот хотелось бы... И здесь уже не медицина виновата, здесь сами... То есть это культура граждан, да? Да. И вот хотелось бы к этому призвать наших пользователей наших услуг, прежде всего, относиться более корректно и, по крайней мере, заранее осуществлять отмену тех, соответственно, посещений, которые они планировали. Хотелось бы добавить к сказанному, что организованный функционал дистанционной записи к узким специалистам особенно важен для сельских жителей. Для того, чтобы поехать записаться на прием к врачу в любую республиканскую клинику, достаточно прийти в свою центральную районную больницу. И при наличии, конечно же, определенных клинических показаний, участковый врач запишет на прием или на лечение в любую больницу города в зависимости от показаний. И может быть, даже главному специалисту, не здраво, да, что повышает качество оказываемой помощи? 73% из всех выданных направлений – это, прежде всего, направление для сельских жителей на получение дальнейшего этапного лечения в межрайонных центрах, в клиниках города Чебоксары. И поэтому это очень удобно и обеспечивает доступность медицинской помощи для сельского жителя. Для тех, кто не привык пользоваться электронной регистраторой, это, прежде всего, естественно, пожилое наше население, у нас работает кулцентр, который у нас заработал с новой силой, с недавнего времени, через который можно записаться не только, соответственно, к врачам первичного звена, но и к узким специалистам в частности. Он работает, правда, пока еще для двух городов – Чебоксары, но и Чебоксар, но он функционирует в полном объеме. В кулцентре, соответственно, можно не только получить информацию о наличии свободных медзаписей к врачу, записаться к врачу, но также получить в полном объеме информацию об остатках лекарственных препаратов. Это, прежде всего, для льготных категорий граждан, проследить их очередь движения за получением необходимых лекарственных препаратов и, соответственно, оставить пожелания, которые нам очень особенно ценны, по работе вообще всей медицины в целом. Ну, универсальная электронная карта, которая присутствует во всех наших программах, как уже заметили телезрители и радиослушатели, да, это один из ключей в медицинской системе тоже. Универсальная электронная карта, прежде всего, для нас, выполняет функцию электронного медицинского полиса в системе обязательного медицинского страхования. И даже если нет считывающих устройств и на сегодня не определены стандарты информационного обмена, между Фондом обязательного медицинского страхования и службами универсальной электронной карты, надпись на самой универсальной электронной карте, номер полиса, он действителен. И при предъявлении гражданами универсальной электронной карты, карты в регистратуре обязательно этот гражданин подлежит медицинскому обеспечению, даже без бумажной формы. Внедрением электронной универсальной карты на территории Чувашьей Республики определена уполномоченная организация, которой по воле и судьбы является медицинский информационно-этический центр. Поэтому процессы, связанные с применением УЭК в медицине, мы контролируем более особо и более тщательно. Но карточка, она довольно удобна, наверное, граждане ощутили ее преимущество. Кроме того, на этой электронной карте есть СНИЛС, который иногда требуется тоже в нашей медицинской организации. То есть карточка, на самом деле, универсальная, позволяет заменить по меньшей мере два документа, используемых в наших медицинских организациях. А на портале государственных услуг одним из вариантов идентификации на портале является как раз электронная универсальная карта. Она и идентификатор, она и цифровая подпись, да. И я надеюсь, лично я очень надеюсь, что если я буду передвигаться по стране, то как раз та самая электронная медицинская карта, о которой мы сейчас с вами будем говорить, да, доступ к ней будет тоже происходить через посредство УЭК. Скорее всего, да. А что тогда электронная карта? Электронная медицинская карта, она создана для того, чтобы как раз-таки и обеспечить правильное оказание медицинской помощи каждому гражданину на всей территории Российской Федерации. И электронная медицинская карта реализуется через Федеральный центр обработки данных, где и на сегодня у нас уже ведется работа по накоплению информации обо всех оказанных медицинских услугах каждому гражданину. Первый уровень ввода информации, конечно же, это врачи. Наши врачи Чувашской Республики и вообще все врачи Российской Федерации, где на рабочих местах врачей установлено специализированное программное обеспечение по введению электронной медицинской карты. Электронная медицинская карта может быть и в поликлинике, и в стационаре, и в службе родовспоможения. И следует сказать, что очень помогает на сегодня нам регистрация электронной медицинской карты мониторировать смертность в оперативном режиме и принимать правильные управленческие решения по профилактике и снижению особенно управляемых причин смертности. Так, например, если мы сегодня рассмотрим такую программу, как экспертный анализ состояния здоровья беременных женщин, то по внедрению данного программного средства Республика у нас занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации, и экспертный анализ каждого случая младенческой смертности и материнского, который у нас уже не регистрируется на территории Республики достаточно давно, как раз-таки позволил нам добиться хороших показателей, и Республика у нас на сегодня лидер по показателям младенческой смертности среди регионов Приволжского федерального округа и Российской Федерации. То есть электронная медицинская карта на сегодня с одной стороны позволяет мониторировать ситуацию со смертностью. С другой стороны, с учетом экспертных возможностей электронной медицинской карты мы мониторируем исполнение порядков оказания медицинской помощи каждому гражданину, контролировать качество медицинской помощи у нас есть возможность, и вести персонифицированный учет оказанных медицинских услуг. Наверное, самое главное, что мы должны сказать пациентам, что вот эти пресловутые бумажные разбухшие книжки, которые теряются, которые нельзя взять домой, куда-то унести, и очень часто действительно теряются, что они стали некой серьезной осознанной проблемой в здравоохранении и для человека, и для врача. Вот это все-таки электронная карта, которой, наверное, многие недовольны, потому что они говорят, что теперь вы там еще и пишут, еще что-то стучат, мне мало уделяют внимания врачи. На самом деле, когда все это начнет нормально и по-человечески работать, это будет в первую очередь служить как раз интересам пациента самого. Определенно, это паспорт здоровья каждого человека. У нас есть определенные лекарственные средства, которые мы не переносим. У нас есть ряд профилактических прививок, И про которые могут забыть люди, вообще не помнить. Про которые мы не помним, не знаем, а делать их два раза в жизни, эти вакцинации просто нельзя. Поэтому, да, сейчас мы идем только первыми. Это первые шаги, это начало создания федеральной базы данных, но мы идем хорошо, семимильными шагами. На сегодня у нас достаточно высокий охват электронными технологиями наших врачей. Ну, технологически у нас все медицинские организации готовы к работе в электронной медицинской карте. Электронная медицинская карта ведется в 43 медицинских организациях. Это все медицинские организации, оказывающиеся в первичной медико-санитарной помощи. Показатель у нас же довольно хороший, то есть на 62% всех стационарных больных ведутся электронные карты, и амбулаторных больных, это у нас показатель, достигает 24%. А 100% мы должны когда уже показать? По стационару к концу этого года, по, соответственно, амбулаторному звену к 2016 году. Ну и более тысячи рабочих мест. Из пяти тысяч врачей, работающих в отрасли, да, тысячи работают вот там наедине с компьютером и с пациентом. Какие там проблемы? Из проблем следует отметить, это прежде всего психологическая неготовность самих врачей первоначально применять эти технологии. Но здесь процесс идет, и идет он довольно сильно. Есть врачи, которые уже один раз начали работать в этой системе, они уже не представляют себя работать в другой системе, поскольку там заложены и стандарты оказания медицинской помощи, то есть есть уже некая экспертная оценка, некоторая экспертная система, которая позволяет врачу принимать правильные, прежде всего, лечебные решения. И вот очень важно, наверное, для пациентов, это то, что мы всегда носили, рентген-снимки, какая-то куча всякой макулатуры, она теперь вот там вся будет, на электронной медицинской карте? Да, это один из... И дистанционно передаваться из больницы в больницу. Да, это один из элементов, прежде всего, медицинской карты. В данный момент 12 медицинских организаций подключены к центральному архиву медицинских изображений, и уже из них центральный архив у нас передается все данные и КТ, и МРТ, и рентгеновские данные, которые уже можно обрабатывать. Ну вот это особенно важно для телемедицины, и телемедицина – это одно из направлений, которое достаточно давно и мощно так прорабатывается в здравоохранении Чуваши. Что вы об этом можете сказать? Мы начинали с телемедицинских консультаций. Врач-пациент, прежде всего, это был президентский перинатальный центр, когда врач-акушер-гинеколог беседовал с пациенткой на расстоянии. Сейчас, начиная с 2008 года, мы внедряем консультации онлайн, когда, в частности, в региональном сосудистом центре кардиохирургия, рентген-эндоваскулярные хирурги получают изображения из первичных сосудистых отделений. Это АллатРь, Канаш, Шумерля. Для того, чтобы принять клиническое решение – лечить пациента на месте или его транспортировать в Аксары в региональный сосудистый центр и оказать уже там специализированную медицинскую помощь. То же самое касается и дорожно-транспортных происшествий. Наши травматологические центры, которые организованы на территории межрайонных центров республики, также специалисты регионального травмоцентра оказывают консультативную медицинскую помощь специалистам межрайонных наших отделений травматологических. Более того, Федеральный центр травматологии и ортопедии, который также работает на территории нашей республики в 2009 году, сегодня консультирует клинически сложные случаи. И определенные шаги, которые предпринимают наши травматологи по ведению больных, они согласуют со специалистами федерального центра, чтобы не было осложнений в последующем у больных после травм. Здесь, конечно, еще стоит отметить и работу скорой медицинской помощи. Когда от пациента снимается электрокардиограмма, не всегда на сегодня возможно правильно оценить ситуацию. Куда его повести-то дальше? Да, и повести с той картиной, которая сложилась. Это уже на сегодня у нас реализуется в бригадах скорой медицинской помощи так называемой теле-ЭКГ, консультация на предмет, как вы правильно заметили, куда отвезти пациента, есть ли там инфаркт миокарда или нужно пациенту остаться дома для того, чтобы вызвать участкового врача. Но вот в рамках информационной технологии скорая помощь очень тоже сильно модернизирована в Чувашской Республике. На каких направлениях? Ну, прежде всего, скорая помощь – это экстренная медицинская помощь, поэтому мы контролируем движение самих бригад скорой помощи и своевременность их прибытия, конечно. И на сегодня централизация службы скорой медицинской помощи произошла у нас в Республике. Единый диспетчерский пункт организован, вызова централизованно поступают в службу. И в зависимости от места положения бригад, который определяется, опять же, с технологиями информационными, с использованием информационных технологий, ближайшая к месту вызова бригада отправляется на вызов. Норматив времени прибытия бригады – 20 минут у нас на сегодня по Российской Федерации. Среднее время прибытия у нас в Республике чуть более 14 минут на сегодня. Конечно, есть вызова, которые обслуживаются 25 минут. Это там, где долго приходится ехать в машине скорой помощи. Ну а есть и, где прибывает машина за 10 минут. То есть вот эта вся модернизация скорой помощи, которая, наверное, вызвала волну возмущения и непонимания у чувашских пациентов, на самом деле она вообще нацелена на благие, очень высокие цели. Конечно. И контроль звонков обеспечен, да, и экономика, наверное, здесь работает. Обязательно, да. Здесь и правильное использование машины, это своевременность прибытия, это оценка ситуации, оценка экстренности или неотложности ситуации. То есть все это решается в рамках программного обеспечения, которое предусматривает определенный алгоритм опроса пациента диспетчером. Ну а вот можно ли говорить о том, где находится Чуваша или Россия, там вот в мировых тенденциях? Можно ли что-то обобщать и сравнивать вообще в принципе? Во всех странах мира информационные технологии получают свое развитие, но везде по-разному, поскольку достаточно разные клинические протоколы лечения, разные системы построения здравоохранений. Поэтому Чувашская республика сложно сравнивать нас с другими странами. Конечно же, это Великобритания, конечно, Соединенные Штаты Америки, это использование там мобильных устройств в работе врачей. Чувашская республика в рейтингах, которые на сегодня, к сожалению, не ведутся по уровню развития информационной обеспеченности системы здравоохранения, на хороших счетах. Следует вспомнить даже тот факт, что в 2011 году медицинский портал стал лучшим интернет-проектом в Российской Федерации. И что на сегодня мы одними из первых полностью реализовали все мероприятия программы модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем. То есть республика одна из первых завершила полностью все мероприятия и, соответственно, вовремя потратила деньги. Это тоже одно из больших достижений — целевым образом использовать финансовые средства, которые были выделены. Ну и, конечно, те цифры, которые сегодня были названы и по охвату рабочих мест врачей, и по доступности электронной регистратуры. Чуваша — одна из лидеров по обращению граждан к электронным медицинским ресурсам по записи на прием к врачу. Мне кажется, что для совершения прорыва в сфере информационных технологий, в здравоохранении важно не просто их наличие, а умение применения и использование их не только медицинскими работниками, но и населением. Ну и завершая тогда нашу программу, я обращаю внимание телезрителей, радиослушателей о том, что существует обратная связь, есть технологии. Вы сами можете способствовать тому, чтобы качество медицинских услуг в Чувашской республике на вашей конкретной больнице, на вашем конкретном медицинском участке, оно повышалось. Поверьте, вы реальные действующие крыльки на этом поле тоже. Большое спасибо экспертам в студии, а всем гражданам доброго здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова